Всем привет! Вы на канале FreeFamily и мы решили заснять сегодня обзор нашего номера в отеле, где мы остановились на 2-3 дня, на 4 дня, чтобы найти место на более продолжительный срок. У нас здесь море, мы ходили, загорали, купили Полине молочка и сейчас пойдем снимать наш номер. Пошли! Да, вот улица, которая идет к отелю, с пляжа Джамтьен и вон вдалеке виднеется вывеска The By Zing. Мы движемся туда. Итак, вот мы подходим к нашему отельчику. Вот оно, The By Zing. Вот, ну, до моря тут примерно метров 500. Ну, покажи быстренько. О, до моря. Ну, мы только что там стояли. Тут такая обычная улица, не особо оживленная. Тут отели, прачечные. Вот мы подходим к входу. Здесь два входа на самом деле. Вот ресепшн, это стеклянные двери. И винтовая лестница тоже ведет к нам на террасу. Вот терраса, сейчас мы сюда поднимемся. Вот она такая большая. И вот наш ресепшн. Вот, пошлите. Пойдем, блин. Заходим в лифт. Мы живем на втором этаже. Поехали. Ну, несмотря на то, что мы живем на втором этаже, мы ездим на лифте. Там ступеньки очень резкие такие. С ребенком подниматься весна проблематично. Ну, нам не очень повезло. У нас номер находится рядом с лифтом. Вот здесь мы живем. Сейчас Сережа откроет. Пошли домой. Вот дверь мы уже открыли. Полина не дала нам заснять видео все вместе, поэтому буду рассказывать я одна, что у нас тут есть. Номер сам по себе маленький, но все, что нужно, есть. Вот, мы зашли. Здесь стоит тумбочка. Ящичек. Там внизу у нас лежат книжки Полинины, мой ноутбук. Есть лампа прикроватная. Розетки все обычные, у нас все подходит, все туда включается. Здесь выключатель сразу на входе. Кондиционер мы ни разу не включали, потому что сейчас прохладно. Ключик. От каждой двери такой ключик, вот с такой штучкой. Электричество в номере не работает, пока не воткнуть вот эту штучку сюда и не загорится лампочка. Теперь можно включать свет и все работает. А без этого ключа даже розетки не работают, они все отключены. Так, здесь у нас есть телевизор. На телевизоре очень много каналов. Среди них есть даже русские каналы. НТВ, первый канал мы находили. Но мы включаем их редко. Холодильничек. Мини-мини-мини холодильничек. Ну, что в отпуске нужно. Водичку поставить, досок и немножечко фруктов. В принципе, хватает. Готовить здесь не на чем еду. Есть только чайник. И стаканы для водички и для чая. Больше ничего нет. Ну, для нас это не очень удобно, потому что кушать в кафе нам весьма проблематично с маленьким ребенком. Потому что еда специфичная. Ну, ничего, завтра уже съезжаем. И там будем готовить домашнюю еду. Здесь у нас такое мини-рабочее место уже получилось. Стоит Сережа ноутбук. Стульчик очень удобный, рабочий. Тут опять же письменный стол с ящичками. Там у нас провода. Большая кровать. Что дальше у нас есть? Вот такой вот уголочек у нас есть. За этим уголочком у нас туалет и душ. Комнатка маленькая, квадратная. И здесь вот такой закуточек. Я постоянно спотыкаюсь об этот косяк. Вот, давайте зайдем в ванную. Открываем дверь. И здесь зеркало. Привет! Здесь выключатель. Когда мы включаем выключатель в ванной, сразу начинает работать вытяжка. Здесь раковина. Горячая, холодная вода. Зеркало. Душ. Душ никак не отделен никакими дверьми. И все вльется в общую комнату. Ну, что тоже не очень удобно, потому что моешься и вся туалетная бумага, все полотенца намокают. Полотенчика. Весь отель сделан в таких фиолетово-белых тонах. Мыло. Наша виходка лежит. Вот сам унитаз. Вот такая вот штучка тут есть. Это вместо ершика. Вот так вот пользуется. Напор воды моет унитаз. Унитаз. Весьма эффективно. Ковричек у нас тут на полу. Чемодан. Мы же тут ненадолго, поэтому мы его не стали разбирать. Потом здесь есть большой шкаф для вещей. Давайте посмотрим шкаф. Там висят наши вещи некоторые в бардаке. Здесь есть полочка одна. Вешалки для одежды. Сельф. Но мы им не пользуемся. И два ящика под одежду. А вот и пришел папа с Полиной. По лесенкам бегаем там. Ей нравится бегать, а не в номере сидеть. Да, поэтому она капризничает, потому что ее в номер завели. Все, пойдем. Я сейчас попью, и мы пойдем. Маме ручкой помощи, и мы пойдем. Все, смотри папа попьешь. Здесь мы живем на втором этаже, и у нас балкон выходит на террасу. У нас есть не только вот этот маленький балкончик, на котором стоит стульчик. Два стульчика и столик. Вот такого вот размера балкончик. Ну и есть огромная терраса, где можно сидеть по вечерам, или вот просто с Полинкой мы бегаем в догоняшки играем. Но, возможно, минус такой террасы, что если соседи какие-то шумные попадутся и будут ночью гулеванить, то у нас будет все это слышно. Но нам пока с соседями повезло, они у нас тихие и ложатся спать раньше нас. Поэтому эта терраса нам пока на большой плюс. Вида с террасы у нас нет шикарного. Смотрим с одной стороны на недостроенные отели. Там у нас тупик. Ничего дальше нет, мы туда ходили уже. Здесь, видимо, прачечные. Наше постельное белье стирается. Там пляж Джампиан, откуда мы только что пришли. Ну и, в принципе, все. Здесь тоже идет стройка. Вот это огромный минус. Строится отель, и они начинают шуметь где-то с 9 утра и заканчивают, наверное, только часа в 4 дня. Полина у нас днем спит, поэтому нам это весьма мешает. Ну, думаю, что скоро достроят. Бассейна в этом отеле нет. Ну, так как мы здесь жили, ну, сейчас, в принципе, не совсем жарко, поэтому купаться нам не особо хотелось. Поэтому, ну, не считаю, что это большой минус. Тем более сюда мы приехали всего на несколько дней. Ну, вот, в принципе, и весь наш номер. Ну, так как мы заселились сюда на несколько дней только для того, чтобы найти жилье на постоянную основу, ну, то есть на 2-3 месяца, то все, что нужно, здесь есть, и больше ничего, в принципе, и не требуется. Мы сняли номер в этом отеле на booking.com на 4 дня. Обошлось нам это в 2600 бат. Оплатили номер мы сразу, когда заехали. Также у нас попросили депозит 500 бат, который завтра при выезде на верну. Потому что мы ничего не испортили. А вот тем временем пришел папа с Полиной. Опять вот недовольная. Пальцы береза-то. Мы сейчас будем мультики смотреть. Полина не хочет сидеть в номере. Она хочет гулять на улице. Там сейчас сильно жарко, поэтому лучше предостеречься. Ну что, все рассказала? Жарко? Фух, жарко. Ну, покажи, как жарко. Фух, жарко. Ой, как жарко. Ну вот, так выглядит наш отель. Ну, кому-то советовать мы его все-таки не будем, потому что, ну, могло быть место и получше. Могло быть и больше места в самом номере и бассейн, возможно, здесь нужен. Ну, на пару дней вполне очень ничего себе мстит. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео, чтобы не пропустить наш обзор другой квартиры. Да, там будет поинтересней, там площади много. Там есть бассейн. Там есть бассейн. Можно что рассказать, в общем. Ну, а здесь, как бы, в целом подводишь такой итог, что просто, как бы, для перевалочный пункт такой остановился. По цене бюджетный вариант, как бы, нормально можно на пару дней задержаться и подыскать себе подходящий вариант. Четыре дня – это очень много. Достаточно одного-двух дней максимум, чтобы найти себе жарко. Ну, кто знал, что мы здесь быстро найдем. Ну, мы вот доживаем здесь четвертый день. И завтра уже. Потому что сразу оплатили, и деньги нам бы уже не вернули, если бы мы раньше съехали. Воздушный. Камер воздушный. Вот так. Ставьте лайк за воздушный поцелуй Полины. И подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь. Дальше будет больше интересного. Смотрите наши приключения в Паттайе. Всем добра, улыбок, солнечного настроения. Пока! Пока-пока!